Так, следующий сюжет про пропорции, он не непосредственно из жизни взят, но он продиктован, его вдохновило некоторое событие, которое произошло реально в конце советского периода нашей страны, в районе Щербинки построили абсолютно круглый полигон для разгона железнодорожных составов до очень больших скоростей. Испытательный круг. Я не знаю точно, какой у него диаметр, но я сочинил следующую задачу. Итак, предположим, что есть круг для разгона поездов, и внутри него есть прямая дорога, соединяющая две его противоположные точки, прямая асфальтовая дорога. В этой точке находится машина, в которой сидит папа и сын. Сын увидел, как мимо пронесся поезд с огромной скоростью и сказал, ой, папа, я хочу еще раз на него поглядеть. Папа сказал, нет проблем. Рванул с места, так, конечно, не бывает, но мы для математической задачи придумаем, что так возможно. Рванул с места со скоростью 100 км в час, и ровно в момент, когда он сюда подлетел, мимо промчался по ровозу. Вопрос. Какова скорость поезда? Какова была скорость поезда? Вопрос понятен, да? Значит, речь идет о сравнении диаметра круга с половиной его длины, длины окружности. Сравнение длины диаметра с половиной длины окружности. Предположим, что мы знаем, чему равна длина окружности. Мы пока на самом деле это не знаем, но если бы мы это знали, то мы бы что сделали? Мы бы взяли вот эту длину, поделили ее на диаметр, и полученное число умножили на 100 км в час. Давайте составим соответствующую пропорцию. Давайте обозначим диаметр с буковкой D, вот эту длину за L, это длина половины окружности. И напишем, что L разделить на D равняется скорости поезда, неизвестной нам, делить на 100 км в час. Дело за малым. Найти отношение длины полуокружности к ее диаметру. Ну, мальчик с папой вернулись домой, нарисовали это все на бумаге, аккуратно замерили веревочкой, и получили, что это отношение на бумаге у них оказалось примерно равным 1,6. Они решили, что у большого круга в Хербинге оно такое же. И в этом случае можно выписать ответ. Скорость примерно равна 1,6 умножить на 100 км в час. То есть 160 км в час. Ну, что вполне правдоподобно, правда? Вопрос. А справедливо ли они решили, что если нарисовать круг на бумаге и померить отношение длины полуокружности к ее диаметру, то число получится такое же, как и на земле для большого-большого круга в Щербинге. То есть, иными словами, верно ли, что длина окружности пропорциональна диаметру или отношение длины окружности к диаметру меняется от окружности к окружности? Вот нарисуем, например, маленькую-маленькую окружность. Померим это отношение. Нарисуем окружность побольше. Померим это отношение. Наконец, возьмем окружность Щербинки, измерим это отношение. Верно ли, что все время будут получаться одни и те же числа? Ответ. Если бы мы жили на плоской земле, абсолютно плоской земле, то все эти числа были бы одинаковыми. Более того, у этого числа есть специальное название. Это одно из двух знаменитых чисел математики, а именно число Пи. Пи по определению равняется отношению длины окружности к ее диаметру. Но в это определение входит утверждение, такой физический закон, что это число одинаково для всех окружностей, какую бы вы окружность на плоскости не нарисовали, отношение будет одним и тем же. Так, ну вот выяснили мы один из законов природы, можно сказать, что длина окружности пропорциональна ее диаметру. И коэффициент пропорциональности, то есть отношение длины окружности к диаметру, называется Пи. Число Пи. Ну, его можно примерно оценить. Три точка после запятой. Четырнадцать, пятнадцать, девятьсот, двадцать, шесть, пять, три, пять, восемь, девять, семь, дальше не помню. Знавал я знатоков ста знаков подряд наизусть. Но мне кажется, это лишняя информация для мозга. Лишняя для моего мозга, по крайней мере, информация лишняя. Вот. Но надо быть осторожным. Потому что если мы имеем дело с поверхностью Земли, то все-таки Земля является шаром, а не плоскостью. И этот факт вносит в наше измерение некоторые искажения. Если мы рассматриваем в районе Щербинки разгонный круг примерно размера один или два километра в диаметре, то искажения эти еще пока несущественны. Но если мы, например, попробуем узнать отношение длины окружности к ее диаметру, если окружность имеет длину несколько тысяч километров на Земле, то может случиться неожиданные вещи обнаружатся. Значит, эта Земля, вот она, имеет форму шара. Поверхность Земли имеет форму сферы. Предположим, что наш мальчик увидел вот здесь едущий паровоз, который едет по огромному-огромному-огромному кругу, нарисованному, например, на 60-й параллели на Земле. Предположим, что Земля идеально круглая, без гор, без морей, просто такая, полностью покрытая асфальтом. Это, конечно, страшно такое себе представить, но для целей, так сказать, математического образования вполне можно. Итак, вот у нас Земля, вот 60-я параллель. По ней проходит железная дорога, на которой разгоняются поезда. И вот он едет с такой же скоростью, 160 км в час. Вот в этой точке пронесся, и мальчик не успел его заметить. И сказал, папа, давай мы ему на перерез бросимся, и вот здесь его обнаружим. Папа сказал, хорошо, и начал ехать со скоростью 100 км в час, как и в той задачке. И что вы думаете, когда он сюда приехал, паровоз был уже здесь? Потому что вот это вот расстояние, которое они проехали, больше диаметра этой окружности. Ибо если бы они ехали по диаметру, им бы пришлось ехать сквозь Землю. То есть по поверхности Земли получается расстояние большее, чем прямое расстояние между этими двумя точками. И именно за счет этого они не успели к этому паровозу. Он уже проехал. Поэтому на сфере, на поверхности Земли, отношение длины окружности к диаметру не является постоянным. И поэтому число π не определено. У нас нет пропорциональной зависимости. Отношение длины окружности к диаметру – непостоянная величина. По этому поводу нужно рассказать еще одну веселую историю. В одной из книжек начала века по биологии есть статья о фонтанирующей деятельности китов. И там написано следующее. Если вы вдалеке с китобойного судна видите кита, вот ваше судно, и вот вы смотрите вдалеке кит, дал фонтан, и хотите оценить, стоит ли за ним охотиться. Написано, если вы можете на глаз прикинуть его размер, то есть его толщину кита, а также длину кита, то тогда его масса должна быть вычислена на последующей формуле. L – это длина кита, умножить на ширину кита пополам в квадрате умножить на число π. А дальше написано следующее. Где π для гренландских китов примерно равно трём. То есть биологи 100 лет недавности, которые писали этот текст, наверное, считали, что для других китов π будет равно какому-то другому числу. Но мы-то с вами теперь уже знаем, что π – это универсальная, постоянная, равная отношению длины окружности к её диаметру, по крайней мере, на плоскости, ну и уж даже на поверхности земли, если не брать слишком большого размера окружность. Так что, конечно, здесь π будет одно и то же, то самое, о котором мы говорили. А формула – это вы будете изучать в старших классах объём цилиндра. ещё одно предостережение по теме пропорции. Допустим, всё тот же маленький мальчик с тем же папой отправились гулять, например, по Подмосковью. И обнаружили вышку высотой в 10 метров. залезли на вышку, видимость была отличная, и на самом-самом-самом горизонте они увидели хорошо знакомый объект, ну, например, озеро, в котором они часто купаются. На самом-самом горизонте папа достал карту, измерил это расстояние, обнаружил, что это 10 километров. Здесь я не грешу против истины, так и есть. Высоты 10 метров видно примерно на 10 километров. Дальше не видно в силу чего. Почему дальше не видно? Почему? Почему бы нельзя увидеть было, например, вот это, вот это и так далее? Потому что Земля, на самом деле, круглая, как мы уже обсуждали в предыдущем сюжете. И выглядит это всё вот так. Вот у нас поверхность Земли, которая всё-таки немножко изгибается. Вот у нас 10-метровая вышка, и видно до той точки, которая по касательной, так сказать, когда мы проводим касательную, из вот этой точки проводим касательную к поверхности Земли, и всё, что за этой касательной, всё вот здесь, уже не видно. Это увидеть нельзя. Вот. И вот это расстояние, действительно, если смотреть с 10 метров, это будет примерно 10 километров. Вот. Тут мальчик думает, ага, а тогда, наверное, с 10 километров на сколько же видно? Если с 10 метров видно на 10 километров, думает мальчик, то есть видно на расстояние в тысячу раз большее, чем высота вышки. Значит, с горы Джамалунгма, которая имеет высоту, ну, может быть, не 10 километров, но в районе 10 километров, около 9. 10 километров. С горы Джамалунгма, или, ещё лучше, с самолёта, который летит на высоте 10 километров, должно быть видно, насколько же должно быть видно? Если 10 километров умножить на тысячу, это сколько будет? 10 тысяч километров. На секунду только вдумайтесь, что такое 10 тысяч километров. 10 тысяч километров это диаметр земного шара, ну, немножко меньше, чем диаметр. Вот это наш земной шар. 10 тысяч километров это почти диаметр земного шара. И, конечно же, с высоты 10 километров не может быть видно на 10 тысяч километров. В этой формуле где-то допущена грубая ошибка. Мальчик это рассказал папе, и папа ему сказал, да, ты ошибся. Но ты правильно применил формулу пропорций. Ошибся ты в момент, когда посчитал, что зависимость эта пропорциональная. То есть, что есть действительно закон о том, что с любой высоты видно в одно и то же количество раз дальше, чем высота объекта, с которого ты смотришь. То есть, иными словами, если мы возьмем поверхность Земли и над ней в 10 раз более высокую вышку, то треугольник, который получится при проведении касательной, вот такой вот, он не будет подобен вот этому треугольнику. Не будет. И формула здесь должна быть другая. Я сейчас ее сообщу, но выводить я ее сейчас не буду, потому что она, наверное, в классе в шестом-седьмом должна выводиться. Ну, или, может быть, я ее выведу как-нибудь в другой раз. Формула следующая. Если вы увеличиваете высоту, например, в 4 раза, то видно дальше только в 2 раза. То есть, если бы ваша вышка была 40 метров, вы бы увидели место 10 километров на 20 километров. А если вы увеличите вышку в 100 раз, а что такое увеличить 100 раз 10 метров? Это значит, грубо говоря, залезть на гору высотой 1 километр. Есть такие горы, Хибины. Высота 1 километр примерно у всех вершин. На Койском полуострове. То, насколько с них можно далеко увидеть Землю? Нужно вот это вот 100 раз, во сколько раз они выше, нужно из этих 100 раз извлечь корень. Корень из 100 равняется 10. То число, которое умножение на себя дает 100, это 10. Значит, будет видно в 10 раз дальше, чем с вот этой вот 10-метровой вышки. Поэтому, если здесь было видно на 10 километров, то с Хибинских гор видно на 100, и это полностью соответствует истине. Очень-очень далеко на горизонте, можно усмотреть Мурманск. Очень хорошую погоду. Как раз 100 километров. Ну или какие-то пригороды. Из самолета, который летит на высоте 10 километров, видно во сколько раз дальше? Опять же, не в 10 раз дальше, чем с Хибин, а в корень из 10 раз дальше. То есть, примерно в 3 раза дальше. Самолеты видно примерно на 300 километров. И это тоже хорошо соответствует истине. Если вы летите на самолете где-то в районе Балагова, то вам очень-очень далеко в ту сторону видны пригороды Петербурга, а очень-очень далеко в другую сторону пригороды Москвы. Это соответствует истине. То есть, здесь формула более сложная. Это непропорциональная зависимость. Поэтому, если мы отложим вот так вот по оси абсцисс, так называемой, высоту вышки, высоту вышки 10 метров, 100 метров, да? Там, где-то тут километр, 10 километров отложим. Но для этого мне нужно, на самом деле, очень далеко ехать туда, чтобы правильно откладывать. Потому что, если здесь 10 метров, то, представьте, где 10 километров. Это где-то в районе метро Краснопресненская будет. То зависимость, она будет вот такая вот. Это не будет прямая линия. С 10 метров видно на 10 километров, со 100 метров, значит, видно там где-то на 30 километров. Ну и она растет вот так. Это зависимость, это корень как раз. Функция корень из х с некоторым коэффициентом. В некоторых единицах измерения на оси, абсцисс и оси ординат будет функция корень из х. А для пропорциональной зависимости мы всегда должны прямую линию видеть. Если сюда отложить диаметр, а сюда длину окружности, то получится прямая линия как раз с наклоном π. Отношение длины окружности к диаметру всегда будет одним и тем же на плоскости, равным π. Пропорциональные зависимости дают прямую линию. А более сложные зависимости могут давать какие угодно линии. Это этим наукой, которая изучает какие угодно линии, занимаются в старших классах и в ВУЗе, называется математический анализ, исследование функций. Так, ну давайте подведем итог, связанный с темой пропорции. А именно, давайте нарисуем систему координат. Какие у нас были задачи? Первая задача была про провяз. Да. Значит, итак, мы хотим выяснить, какой объект какую длину тени даст. Итак, давайте здесь отложим высоту объекта, а здесь длину тени. И посмотрим, что у нас получится. Итак, мы замерили, что 6-тифутовый столбик 6 футов дает длину тени в 9 футов. На этом основании, значит, мы отложили соответствующую точку с координатами 6-9. На этом основании мы сделали вывод, что если мы рассмотрим вяз высотой 64 фута, то мы подсчитали, что его высота, его длина тени будет 96 футов. И мы это находили, и сравнение двух треугольников, они были подобные. То есть фактически мы утверждали, что если продолжить дальше вверх эту прямую, то в точке, в которой она встретится, вертикальной прямой из точки 64 фута, будет как раз длина тени, которую она даст. То есть какая идея в этом всем? Она такая, что какой бы объект мы ни взяли, какую бы высоту он ни имел, чтобы высчитать, какую тень он даст, надо просто построить перпендикуляр вверх и найти пересечение с вот этой вот прямой. То есть достаточно одной точки. Вот этой вот. И это называется пропорциональная зависимость. Зависимость между тем, какая высота объекта и какую тень он дает, это зависимость прямая пропорциональность. Поэтому график этой зависимости – это прямая линия. И мы на этой линии просто нашли точку, соответствующую высоте 64. Дальше. Дальше мы рассмотрели ситуацию с лыжным походом. И там тоже мы обнаружили, что нужно умножать на 50 высоту объекта, который мы видим, чтобы узнать расстояние до него. умножать на 50. Но тут получится такая очень круто уходящая вверх прямая линия. То есть если вот здесь вот размер одного ногтя, то расстояние до него 50 ногтей. То есть вот это расстояние. А если, соответственно, расстояние равно 120 метров, то здесь будет 6 километров. Мы не сможем отложить такую величину. Но опять же, зависимость линейная. Зависимость линейная или пропорциональная, как говорят. Поэтому график этой зависимости представляет собой прямую линию. Во всех задачах про пропорции будет всегда именно так. Если какие-то две величины пропорциональны друг другу, это означает, что график соответствующей зависимости будет прямой линией. Диаметр, длина окружности. Отложим здесь диаметр. Если диаметр 10 сантиметров, то длина окружности будет примерно 31 сантиметр. То есть π умножить на диаметр. Значит, вот этот наклон равен π. Поэтому если мы возьмем здесь 1 метр, будет 3 с небольшим метром диаметр. У нас будет прямая линия. А наоборот, если мы рассматриваем отношение длины окружности к диаметру на земле, на поверхности земли, и рассматриваем огромные окружности, то у нас эта зависимость, вначале она будет выглядеть как будто у нас прямая пропорциональность, а потом это отношение будет уменьшаться, отношение длины окружности к диаметру, потому что диаметр будет расти из-за того, что мы не можем насквозь землю прорезать. Мы должны идти по ее поверхности, поэтому диаметр увеличивается, и отношение будет уменьшаться постепенно. Этот график будет уже не прямой линией. Также совершенно не прямой линией будет график, насколько видно в длину той или иной высоты. Оказывается, что уже с 10, грубо говоря, сантиметров, да, уже с 10 сантиметров видно там на несколько сот метров. То есть здесь этот график очень быстро растет вверх, вот так вот, потом начинает загибаться. Вот здесь вот он стартует, как говорят в большой математике, с бесконечной скоростью. Здесь его наклон прямо вертикальный у этого графика. И дальше этот наклон начинает падать, 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 и дальше он будет расти медленно, очень медленно. Это график функции y равно корень из x. Вот. Поэтому, если вы изучаете какую-то задачу в естество знаний, вы первым делом должны убедиться в том, что там действительно имеет место пропорциональность. Если имеет место пропорциональность, если график соответствующей зависимости прямая линия, то тогда можно применять законы пропорции. Если нет, то нельзя. Как мы видели, неверное применение этих законов на примере, насколько видно, с той или иной высоты, оно дает абсурдные результаты. Вот. Ну, все, наверное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok